История грузовиков КАМАЗ началась во второй половине 70-х годов на заводе в Набережных Чулнах. Первой моделью стал КАМАЗ-5320. Стоит отметить, что это был переименованный ЗИЛ-170, так как завод имени Лихачева передал в Набережные Чулны всю проектную документацию по новой разработке. С выходом первой модели грузового автомобиля на заводе продолжилась активная работа над расширением ассортиментной линейки. КАМАЗ-6410. Практически всегда конструкторы советских заводов интересовались западными аналогами техники. Так интерес вызывал DAF-2800, который предполагался в двух компоновках. Это была стандартная капотная версия, а также вариация, в которой кабина монтировалась над двигателем. Соответственно, капота не было, камазовские инженеры заинтересовались именно бескапотной вариацией. Грузовая платформа у неё была большой за счёт того, что кабина была максимально смещена вперёд. Именно эту задумку и применили на последующие модели КАМАЗ-6410. КАМАЗ-6410. Данная вариация была предназначена для выполнения дальних рейсов, что предполагало продолжительную езду по шоссе. Предсерийный грузовик был продемонстрирован экспертной комиссией при Министерстве транспорта. Машина экспертам понравилась, однако до серийной сборки дело не дошло. Большинство людей сходится во мнении, что всему виной стал конкурент в лице Минского автомобильного завода. Именно с его подачи серийная сборка новой модели так и не была начата. КАМАЗ-5415М. За всю свою историю на заводе было выпущено много разных моделей, но внешний облик данной марки автомобилей не спутать ни с чем. Интересно, что кому-то на предприятии это было не по нраву, поэтому было много разных попыток создать принципиально новую машину. Можно сказать, осовременить её и сделать более яркой. По сравнению с грузовиками других стран кабина КАМАЗа выглядела уже устаревшей. КАМАЗ-1101. Это была легковая машина, прозванная в народе Мишкой по имени сына главного конструктора завода. В определенный момент у инженеров завода возникла идея создания автомобиля для народа, который был бы еще и доступен по цене. Вскоре он и был создан в одном из цехов предприятия в качестве экспериментального проекта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова